добрый день дайте значок огонька если вдруг меня хорошо слышно как должно быть прекрасно спасибо итак не буду украсть ваше время начнем сегодняшняя тема как никогда звучит как раз таки актуально лишь потому что мы понимаем с вами что даже 24 часа нам не хватает и есть понятие того что 24 на 7 взаимодействуем но однако существует свои так скажем ситуации которые к сожалению решаются не так как бы мы хотели и конечно грамотно подвели что на самом деле как мы реагируем на это зависит многое и от нас и сегодня постараюсь изложить основные моменты по этой тематике тайм-менеджмента связи с тем что да очень интересное направление и в целом она полезна как для ребенка так и для родителя так и для педагога в первую очередь и конечно говоря про педагога хотелось бы подчеркнуть что в рамках деятельности как раз таки нормативно правовой документации мы с вами прекрасно понимаем что как и в конституции российской федерации в том числе и федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования начального общего образования основного общего образования мы понимаем с вами что дети является нашим непосредственно той как раз таки является важнейший элементом важнейшим как раз таки приоритетным направлением по реализации целостного развития общества и в рамках как раз-таки нашей тематики, заострю ваше внимание именно от тайм-менеджмента ребенка. Сразу же, когда мы говорим с вами от слова тайм-менеджмент, наверняка вспомним о том, что существует понятие режим дня, то есть когда каждый из нас понимает, что существует режим дня у ребенка, он грамотно, конечно же, распределяет цель, грамотно распределяет время, которое необходимо уделить этой цели, и, конечно же, понимает и планирует, каким образом это выполнить. Естественно, предыдущие слайды были посвящены в первую очередь для того, чтобы вы понимали, что согласно государственной политике, как и в области воспитания, так и в области образования, существуют свои нотки общего характера. Это в первую очередь ребенок, личность, которую необходимо развивать в комфортных условиях. И как эти условия мы будем с вами создавать, зависит только от нас. Безусловно, в связи с тем, что необходимо создавать комфортную среду, образовательный процесс нацелен на то, чтобы время было потрачено непосредственно с целевой установкой. Каждый момент потери, а именно потери возникает в различных ситуациях, допустим, как технического характера, либо, например, потери как раз-таки в знании, испытывает трудность, то есть возникает непосредственно то или иное затруднение. Вот для этого и нужен тайм-менеджмент. То есть мы понимаем с вами прекрасно, что мы можем разделить на значимые и менее значимые дела, определить задачи, но давайте сейчас окунемся в тот мир, в котором находится ребенок. Конечно же, согласно обновленным документам, в том числе магистральным направлениям развития Министерства просвещения Российской Федерации, образовательный процесс, он все больше и больше наполняется различными структурными элементами. И это не только понятие школы полного дня. Вот задумайтесь, школа полного дня, когда ребенок погружается в процесс урока, в том числе в неурочного занятия, и, конечно же, он испытывает на себе вот эту иерархию задач, что необходимо выполнить, что необходимо реализовать после, например, тех или иных уроков. Конечно, когда мы говорим с вами, что во время, так скажем, нашего детства, в основном приходили со школы, быстренько могли сделать домашние задания и убежать буквально на целый день во двор, да, и спокойно себя чувствовали, казалось бы. Но сейчас век как раз-таки новых технологий. Мы понимаем с вами, что от ребенка, который является в первую очередь нашим чадом, да, во вторую очередь, например, является учеником и, конечно же, является гражданином, да, вот этого нашего государства. Но обратите внимание, сколько обязанностей вкладываются на маленькие плечи, сколько трудностей испытывает ребенок, даже если есть, допустим, тьютер по профориентации, даже если существует психолог в образовательной организации, даже если есть, например, советник директора по воспитанию. Ведь ребенок является главным звеном непосредственно, который должен грамотно распределить свое время, грамотно выстроить свою индивидуальную траекторию развития личности. А значит, возникает вопрос, как мы, взрослые, будучи родителями или, например, педагогами дошкольного образования, да, либо начального общего образования и так далее, можем ему помочь? Как мы можем создать условия для того, чтобы ребенок чувствовал себя более комфортно? И, конечно, в связи с этим категория тайм-менеджмента, она уходит корнями, конечно же, более такие науки, как экономика. И здесь приведен факт о том, каким образом зародилось это понятие. Еще Питер, как раз-таки друг Керр, писал, что менеджмент все больше выходит за рамки коммерческих предприятий. Мы уже прекрасно с вами знаем менеджмент в образовании, менеджмент в управлении и так далее, да. Если раньше нам говорили, допустим, менеджер – это что-то связанное, например, со сферой услуг, допустим, в какой-нибудь точке там магазина или, может быть, какое-то предприятие, да, сейчас спокойно образовательная организация ассоциируется с понятием того, что менеджмент тоже существует. И когда мы уже этимологию слова «тайм-менеджмент» рассматриваем, естественно, понимаем, что это и техники, это и методы для управления временем. Да, конечно же, когда мы с вами можем представить целый круг, да, где четко между собой разделены позиции, цель, времени и планирование, то осознаем, что каждый из этих элементов между собой взаимосвязан, потому что как правильно я выстрою свою цель, насколько спланирую и каким образом определю свое время, конечно, все это влияет. Но самоорганизация, здесь закладывается главное, самоорганизация, то есть как ребенок, взрослый, сможет отреагировать на ту или иную ситуацию. Допустим, это очень важно, когда мы с вами четко понимаем, такие есть как раз-таки даже универсальные учебные действия, заложенные в рамках регулятивных. Регулятивно-универсальные учебные действия диктуют понятие самоконтроля, самоорганизации процесса, то есть когда я могу регулировать процесс, когда я могу его контролировать, а значит, ответить на те или иные задачи в более комфортных условиях. Что значит в более комфортных условиях? Конечно же, это экономить ресурсы, в первую очередь свои, да, человеческие ресурсы мы говорим, об этом в первую очередь. И если мы помогаем ребенку как раз-таки сорганизовать свой процесс, представить его жизненный цикл как непосредственно решение тех или иных задач, конечно же, мы ему окажем непосредственно эффективное воздействие на его развитие. Например, вы понимаете, что большое количество дел перед ним стоит. Допустим, вот скоро буквально большие выходные, да, и мы знаем с вами прекрасно, что сейчас большинство учащихся пишут контрольные работы, потому что скоро уже четверть, точнее год учебной завершится, да, и у ребенка накладывается что? Постоянное заучивание, понимание тех или иных материалов, тревожность возрастает от того, что непонятно, насколько он сдаст эту контрольную работу, он неуверенно себя чувствует, дабы есть момент того, что мы, родители, законные представители и педагоги, ждем от них большего, да, и, конечно же, ребенок уже не хочет в эту теплую пору выйти на улицу прогуляться, да, но есть момент того, что ему нужно сесть и проработать как раз-таки свое домашнее задание и еще дополнительно, возможно, даже уточнить вопросы по контрольной работе, чтобы себя обезопасить. Но здесь идет своего рода сопротивление, да, личностное, то, что я хочу, сейчас вот так светит солнце ярко, я бы побежал на улицу поиграть, но вот моя там, пускай, мама заставляет меня делать эту неинтереснейшую работу. Здесь важно распределить грамотно время, и в этом очень вам поможет одно из интереснейших пособий. И, конечно, список литературы может быть большой, но все-таки послушайте внимательно, это пособие Меркуловой, которое так и называется «Тайм-менеджмент для детей» или «Как научить школьников управлять временем». Очень большое количество материала по тайм-менеджменту, но, однако, лично вам рекомендую такого рода пособия. Посмотрите, в интернет-браузере найдете бесплатно и в PDF-формате, можно скачать и познакомиться. И вот здесь важно понять, что он может сделать сейчас, например, за пять минут только потратить время, а что он может отложить, дабы это сейчас не требует такого особого внимания. Ведь мы не можем заставить ребенка сидеть и заниматься только теми или иными материалами, которые нам нужны. Сейчас скажу еще раз. Значит, автор Меркулова, и обратите внимание, называется «Тайм-менеджмент для детей» или «Как научить школьников управлять временем». В PDF-формате интересное, свободное, доступное в формате учебное пособие. Так как литература в большом количестве, не стала она выставлять на презентацию, чтобы вы сами тоже ощутили, какие бывают вообще книги по этому направлению. Посмотрите. И вот тайм-менеджмент как раз-таки подключается в этом. Безусловно, с первого раза невозможно ребенка, да и даже нас, взрослых, приучить к четкой организации процесса. Но в связи с чем мы понимаем, что в этом нам помогут, например, лист проблем. Такой есть как раз-таки прием, когда вы выделяете проблемы и отчерчиваете, на сколько процентов вы их определили, на сколько вы их разрешили. Матрица Эйзенхаура, конечно же, помогает разобраться и разделить дела на срочные или важные. Да, конечно же, я так поняла, что у нас очень активный слушатель есть, которому интерес эта тема. Безусловно, чуть позже сейчас покажу. И дабы у нас в течение вебинара как раз-таки идет трансляция сначала тематики, а потом уже мы задаем друг другу вопросы, и я постараюсь на них ответить в рамках своей компетенции. Спасибо еще раз, ничего страшного. И смотрите, есть такая как раз-таки непосредственно ситуация с тайм-менеджментом особо важная. Нужно понимать, вот разграничить. Вот как вот, когда нас учили непосредственно в Челябинской области, проходило обучение по бережливому производству, в том числе по компетенциям тайм-менеджменту и так далее, нам прокомментировали такой элемент. Вот нужно выбрать, какая, например, одежда в шкафу уже не использовалось энное количество времени и, возможно, потеряло свою актуальность. И, конечно же, необходимо понять, зачем вы ее откладываете на долгий ящик. Здесь существовало несколько причин. Кто-то наговорил, допустим, что я могу воспользоваться, допустим, ну, например, этим свитером, потому что вдруг похолодает. Ну, вот вдруг похолодает. Сейчас вот весна, и вдруг вот буквально на днях станет холодно. Вот и свитер полеживает, чтобы выжидать свой момент. Правильно? Или, например, кто-то прокомментировал следующим образом. Мне удобно, когда все вещи располагаются в одном месте. Иной был еще подход, но самое важное понять. Разграничить на более важное, актуальное, да, здесь и сейчас, которое нужно сделать, и менее, то есть я понимаю, что сейчас, например, возможно, этим не воспользуюсь. И если я уже более недели, двух, месяца к этому вообще не подхожу, не притрагиваюсь, условно говоря, да, ну, как вот у детей игрушки, ну, вот пылятся они на полке или в контейнеры для игрушек, вы видите, что они совсем потеряли актуальность. Часто начинаем разбирать, когда с ребенком, ребенок говорит, мама, не выбрасывай, оставь, я поиграю. Когда поиграешь? Вот, ну, вот, может быть, завтра, или, может, сейчас, оставь. То есть есть вот это понятие внутреннего сопротивления, что мне важно, что мне нужно здесь и сейчас. И, конечно же, когда вы понимаете и разграничиваете, то уже виден результат. Результат должен образом необходимо отразить, да, вы и ребенок должен понять, почему сейчас нужно сделать, например, домашнюю работу, а не в 8 вечера. Или, например, не от того, что даже в 8 вечера, а потому что ему хочется, например, в 8 вечера, да, выполнить, а потому что потом уже нужно собираться ко сну. А значит, согласно твоему режиму дня, тайм-менеджменту, ты должен выделить время, обговорить, да, допустим, с 3 до 4 часов. Необходимо выполнить домашнее задание. А потом мы с тобой вместе погуляем. Или же на прогулку выделить определенное количество времени, а потом уже, допустим, выделить непосредственно домашнюю работу. Здесь, естественно, еще раз прокомментирую, что большое количество существует внутреннего сопротивления. И важно понимать, что существует большое количество принципов, методов управления временем, да, ведь тайм-менеджмент – это в первую очередь управление временем, мы с вами прекрасно понимаем. Так как состоит из трех основных компонентов, обратите внимание, приоритизация, то есть приоритет надо выделить, да, вот как в примере предыдущего характера – планирование и структурирование. То есть я понимаю, в чем приоритет данной задачи, я планирую это, потому что выделяю на это время, да, и в том числе структурировано подхожу к этому процессу. Сразу же вспоминается при слове «структурировано», допустим, такой прием интеллект-карты. Когда мы выделяем центральную идею, один из как раз-таки вебинаров был посвящен интеллект-карте. Если интересно, можете посмотреть на сайте как раз-таки Директ-Академии. И вот есть там ситуация такого рода, когда мы центральное понятие выделяем, и от него начинаем определять ветви, определять направление, как решить данную задачу, каким образом необходимо к ней прибегнуть, да. Возможно, сейчас, допустим, есть другой приоритетный потенциал решения задачи. И вот когда вы понимаете, что является актуальным, что необходимо выполнить задачу, что нужно определить, насколько она срочная, важная, только потом приступаем к ее выполнению. И вот далее уже, выполняя задачу, нужно понимать, сколько на это уйдет времени. То есть четко давать себе, сколько минут, часов уйдет на это время. От этого и даже есть как раз-таки в терминологии тайм-менеджмента такая категория задач, которую условное название носит как слоны. То есть они такие тяжелые по времени, они нелегки в исполнении, на них нужно потратить, может быть, полдня, привлечь какие-то еще человеческие ресурсы. То есть они прямо вот настолько ассоциируются. Здесь очень важно, когда вот вы с детьми начинаете работать, у них как раз-таки же больше ассоциаций возникает. И вот уже такие вот как раз-таки непосредственно ассоциации помогают разобраться, как же все-таки это можно решить. И самое важное, следующий такой принцип, да, это как раз-таки это структурирование. Мы с вами понимаем, чтобы понять и выполнить задачу, нужно отслеживать результаты. Конечно, согласно как раз-таки исследованиям в области тайм-менеджмента, выделяются и, естественно, такие принципы, как мотивация, это и планирование. Ведь любая деятельность начинается с мотивации. Даже если ты работаешь в детском саду, ты понимаешь, чтобы смотивировать детей, например, на выполнение того или иного занятия, ну, допустим, они часто делают такого рода проекты огород на подоконнике, да. Ведь нужно объяснить, почему этот лук нужно выращивать. Ведь многие дети не любят поедать этот вкусный овощ, да, полезный овощ. И нужно мотивировать. А зачем? Лучше я там, например, цветочки, может, посажу, а может, еще что-то. То есть есть, конечно же, моменты того, что различная существует мотивация. В первую очередь вам нужно понимать, для чего необходимо это ребенку. Далее, конечно же, рационально данную привычку ввести в дело. Часто мы с вами видим такие треки, допустим, трек в области здоровья, именно здорового образа жизни заключается в том, что необходимо в день пройти определенное количество километров, да. Мы с вами знаем это. Или, например, есть также такой трек в рамках, опять же, в день здорового образа жизни, что нужно, допустим, прочитать столько-то страниц книги, именно прочитать книгу. Не просто в интернете там, допустим, найти или, например, аудио послушать книгу, да, но и в первую очередь, конечно же, понять, ощутить любовь как раз-таки и к чтению вызывается таким образом. Ну и, конечно же, такого рода треки существуют различные категории, поэтому не буду углубляться, вы прекрасно, наверное, о них знаете. И вот здесь вот кроется один из принципов, который, казалось бы, как в тайм-менедженте он может быть. Это делегирование. Делегирование. Мы с вами знаем, что такое делегирование. Правда же? Мы же все с вами работники образовательной системы и знаем, что чаще всего руководящие должности делегируют те или иные, допустим, задачи. И, безусловно, в этой делегации, в тайм-менеджменте тоже есть момент того, что это не значит, что вот я не доверяю, что мой ребенок не выполнит домашнее задание. Лучше я сяду с ним рядом и буду делать. Вот это глубокое заблуждение. Когда вы как учитель, как педагог как раз в видошкольном образовании, как непосредственно родитель или законный представитель не доверяете ребенку, он это чувствует. И никакие ваши уловки по поводу принципа тайм-менеджмента или вообще в целом обучения на него не действуют. Дети очень тонко чувствуют, что мы от них хотим, каким образом мы пытаемся их манипулировать. И вот здесь важно понимать, доверие должно быть. То есть, когда я делегирую ту или иную задачу, я понимаю, что я грамотно объяснил, структурировано разложил процесс, а значит, личность, которая получила от меня поручение, выполнен на все 100%. И, естественно, возникает вопрос, как же анализ? Безусловно, без анализа невозможно непосредственно вообще понять о тайм-менеджменте, потому что мы должны провести рефлексивный этап. То есть рефлексия должна быть, конечно же. И обратите внимание, что существует понятие и правильного отдыха. То есть планировать отдых, это тоже важно. Дабы есть, конечно же, даже и такая интересная пословица, да, и поговорка, точнее, кто хорошо работает, кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает. То есть есть момент того, что если мы пополняемся силами, как, например, предполагаем, что наш ребенок будет пополняться силами, естественно, для него будет безумно интересно выполнить следующее задание. Но далее хотелось бы прокомментировать следующий момент. Обратите внимание, что когда мы говорим про тайм-менеджмент в образовательной среде, почему здесь выставлена такого рода как раз-таки информация? Объясню. Лишь потому, что в образовательной среде цикла, посвященному тайм-менеджменту, он не существует для системы начального общего образования, основного общего образования и так далее, целого цикла. Мы понимаем, что непосредственно элементы тайм-менеджмента мы включаем, но давайте вспомним, ведь когда мы знакомим детей в первом классе с правилами поведения, это тоже элементы тайм-менеджмента. Когда мы их знакомим с понятием режима, это тоже элементы тайм-менеджмента. То есть элементы, они включены, но согласно проекту Министерства просвещения Российской Федерации, в том числе основным как раз-таки компонентом ГОС, само, еще раз говорю, дисциплинарное как раз-таки непосредственно содержание тайм-менеджмента, как вот бывает в учебных планах у студентов с поля, либо высшего образования, да, соответствующего профиля, этого нету. И поэтому здесь задача педагога в чем? Самому постепенно начать как раз-таки реализацию тайм-менеджмента. В связи с этим большое количество литературы, конечно же, безусловно, помогут. Ну и в первую очередь умение педагога делить эти непосредственно дела, то есть срочно, особо важно, не важно, менее важно и так далее. Но самое главное, вы должны понимать, что тайм-менеджмент еще существует лишь для того, чтобы трудности в обучении у ребенка не возникали. Ведь трудность в обучении, она возникает и от социальной адаптации, и от понятия коммуникации. И, конечно же, демонстрируется, допустим, в рамках решения тех или иных задач. Конечно же, обратите внимание, здесь вот дается как раз-таки письмо от Министерства образования и науки Российской Федерации, где направлены методические рекомендации. Но самое главное, что вы должны понимать, что когда мы видим ребенка, испытывающий трудности в обучении, нужно задуматься, почему он не справился. Может быть, эти трудности вызваны как раз-таки в усвоении универсальных учебных действий. Каждый из нас, будучи учителем начальных классов, либо, например, педагогом непосредственно до образования, в том числе воспитательной дошкольно-образовательной организации, понимает, что универсальность этих учебных действий заключается в том, что они реализуются как в урочное, так и в неурочное время, в том числе и в воспитательных мероприятиях. И здесь сразу же возникает вопрос, каким образом поможет умение планировать. Очень легко и просто. Есть момент того, что если я, как ребенок, умею планировать свои действия, выстроить как раз-таки грамотно, смотивировать и рационально разложить свои непосредственные задачи, то, безусловно, их мы можем решить. Давайте вспомним ситуацию, когда, например, ребенок решает контрольную работу. Иногда дети же по-разному ее разрешают. Допустим, дана контрольная работа из пяти заданий. Ну, например, представьте, кто-то начинает с более сложных, чаще всего они в конце находятся, либо со знаками звездочки, либо начинает кто-то с попроще. Вот здесь идет распределение времени. Ведь время дано всем одинаково, никому, никто из учителей не диктует, начинайте с попроще или со более сложных задач. Здесь возникает момент того, что, безусловно, ребенок сам определяет, как он свое время распределит, успеет ли он решить, за какое, например, за какое задание ему дадут больше баллов. Если оно, конечно, больно-рейтинговой системой. Или то же самое, когда выполняет, допустим, упражнение по русскому языку, где необходимо списать, подчеркнуть, выполнить, например, фонетический разбор. То же самое. Он спишет, но подчеркнет ли сразу, то есть постепенно. Или, допустим, сразу же начнет фонетический разбор, потому что его любимый. И в этот момент отвлечется, забудет, что, оказывается, нужно было-то еще и подчеркнуть, выделить главные и второстепенные члены предложения. Мы сразу же начинаем вспоминать, что его, получается, как раз-таки мышление настроено на что? Неправильно разграничено как раз-таки понятие задач и времени. То есть он поставил цель выполнить домашнее задание, но как он выполнил, это совсем по-другому. И здесь очень хорошо помогает такой прием, который называется за пять минут. Вы можете со своим классом, вы можете даже с детками дошкольного образовательного учреждения выполнить это. Либо, например, просто с ребенком. А вы задайтесь вопросом, что ты можешь сделать за пять минут? Давай мы подумаем, проанализируем твой день. Что ты выполнил за пять минут? Чаще всего ребенок говорит, почистил зубы. Или кто-то говорит, встал, одел тапочки. У кого-то еще, может быть, там, допустим, выпил там, нельзя, сакан воды. Вот то есть ребенок начинает собирать. А что он еще мог сделать за пять минут? Может быть, сложить все в портфель. Может быть, он на это тратит больше времени. И вот здесь вот вы учите, что необходимо выполнить и потратить буквально пять минут. То есть пять минут много или мало? Если, например, ребенок все-таки не понимает до конца, что, оказывается, можно на то или иное дело, допустим, собрать портфель, потратить пять минут, помогите. Ведь вы же взрослый. Вы тоже находились в такой трудной ситуации. Протяните ему руку помощи. Помогите, объясните, что это можно сделать. Очень интересно получается, когда вы будете своего рода соревновательный момент. Когда вот в классе, допустим, вы даете как раз-таки, засекаете таймер, дети начинают выполнять, например, допустим, пенал. Ведь в пенале порой что только у учеников не лежит. И все, что нужно и не нужно. А вот его еще и застегнуть нужно, еще и сложить аккуратно. И все, дайте на это пять минут. Справится ли? Сколько людей справится? Конечно, возникнут такие трудности, что пенал может быть из двух секций, из трех, а порой иногда раскладывается, как огромная папка. Вот поэтому, когда вы учите ребенка, казалось бы, такому явлению простому, уже изъезженному буквально несколько десятков лет, тайм-менеджменту, вы помогаете ему ощутить качество времени, понять, насколько результат его как раз-таки соответствует цели. Вот этот вот вкус времени ощущается, когда у него потом будет большое количество свободного времени. И вот с этим возникает, опять же, вариант того, что ребенок испытывает трудности. Конечно, когда выполняет учебные действия, он не понимает задачи, теряет цель, затрудняется в планировании учебных действий, не уверен в правильности выполнения учебного задания, несформированность, опять же, предпосылок учебной деятельности. То есть он не умеет, он неправильно распределяет время. Безусловно, здесь психологический компонент присутствует, но, однако, задумаемся, насколько порой мы сами ведем хронометраж при составлении технологической карты урока. Или, например, хронометраж при составлении поэтапности выполнения режимного дня. Конечно, безусловно, все эти моменты учитываются. Учитываются. Навыки саморегуляции. Сегодня о саморегуляции будет большое количество информации, лишь потому что, в первую очередь, тайм-менеджмент связан с тем, что как я могу регулировать свой процесс. То есть неумение справиться с заданием без помощи педагога. Или, например, он не может соотнести цель и средства выполнения учебного действия. То есть он ждет, когда ему подскажут. Медлителен или, наоборот, гиперактивен. Возможно, даже производство поведения мешает. Здесь очень важно учесть, что ребенок, конечно же, испытывает такие трудности, должен и от вас видеть поддержку. Вспомню еще один непосредственно прием, когда необходимо определить и обосновать. Есть как раз в этом учебном пособии Меркуловой такое интересное упражнение «Золушка и архитектор». То есть нужно детям начального общего образования, либо, например, более постарше деткам, больше подходит как раз для детей вот ступени начального общего образования и далее. решить, кем бы он хотел в этой жизни быть, если, например, мы понимаем, что у «Золушки» вот все есть буквально там до ограниченного времени, а потом все теряется и приходит снова, карета превращается в тыкву. Мы с вами прекрасно понимаем, что все это волшебство теряется. Либо вот этим архитектором, у которого постепенно выстраивается процесс непосредственно какого-то там, например, здания, либо, допустим, дома для себя. Но все-таки он постепенно, каждый кирпичик складывая, но фундаментально обосновав, как раз-таки выдвигается все больше и больше вперед. Часто дети как раз-таки более такие маленькие по возрасту, да, так скажем, выбирают, что вот они волшебство хотят увидеть. Вот раз тебе и волшебной палочкой кто-то взмахнул, и все появилось, но мы же понимаем, что в какой-то момент это и исчезнет так же. То есть мы учим добиваться своих результатов самостоятельно через себя, пропуская как раз-таки через внутренние личностные качества. В целом в данном пособии, который прокомментировал уже многократно, большое количество упражнений не только для детей младшего школьного возраста, но и в том числе основного общего образования, то есть уже более подросткового возраста, когда дети уже постарше и так далее. Но все-таки обосновать, почему я выбрал, например, позицию Золушки, а не архитектора, можно. И также в рамках непосредственно тайм-менеджмента хотелось бы прокомментировать, что, безусловно, в коммуникативной сфере, когда мы учим детей, например, выступлению в рамках 5-7 минут, ох, как сложно ведь выступить в рамках, когда тебе дают все 5-7 минут. Казалось бы, хочешь и это сказать, и это, и это, и еще в презентации видео запустить, а еще и показать что-нибудь интересное, а дают все 5-7 минут. Чему это учит? Очень часто данный регламент не соблюдается, например, там, на конференциях, либо семинарах каких-то, когда, так скажем, представители речевого жанра начинают говорить, 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 и их остановить невозможно. Ну, вот примерно как про меня. Я очень люблю вещать-вещать, но понимаю, что регламент времени, и постоянно себе запускает таймер. То есть я каждый раз на телефоне или на каком-то гаджете запускаю таймер, который показывает, сколько мне осталось времени, чтобы я понимала и следила за тем, что я сейчас должна важно прокомментировать. А дети? Безусловно, детям тоже трудно. Когда вы выводите к доске, первый, он испытывает стеснение перед аудиторией, да? Может быть, он, конечно, раскрепощенный. Второй, он должен уложиться по времени. Вот защищает проект, допустим, по окружающему миру или по математике. Или, например, может рассказывать стихотворение на конкурс. Ведь у него определенное количество времени. Он должен презентабельно себя как раз-таки олицетворить перед аудиторией. Но чаще всего дети начинают испытывать трудности в выстраивании коммуникации. Чаще всего педагоги начинают, например, комментировать это. Возможно, даже более грамотные педагоги разрешают ему выступить с места. То есть не вызывают на непосредственно вот эту дуэль между собой и классом, да? И в том числе, конечно же, понимают его индивидуальные психологические особенности. Вот когда вы будете придерживаться позиции 5-7 минут, регламент, да? Вот у тебя регламент. Ты понимаешь, что должен из большого текста, из большого количества своего подготовленного выступления лишь выжимку рассказать. То есть открыть как раз-таки непосредственно самое необходимое. Но, естественно, ребенку это делать трудно, точно так же, как и существуют и у взрослых такие затруднения, но все-таки возможно. Запустите таймер и посмотрите, что вот, например, представьте, что вот из этого вы можете отложить, то, что неинтересно, то, что уже многие знают, а что будет интереснее в первую очередь. То есть если вы представляете эти дефициты, эти потери, то прекрасно складывается как раз-таки ваше взаимодействие. Взаимодействие в первую очередь с аудиторией. И все это как раз-таки освоение универсальных учебных действий, коммуникация и в том числе социальная адаптация помогает ребенку правильно выстроить свою траектору, свой индивидуальный образовательный маршрут. И когда психоэмоциональное благополучие ребенка выстраивается с позиции понимания взрослого, здесь подчеркнул родитель, законопредставитель, педагог, да, конечно же, ребенок начинает более комфортно развиваться. То есть у него нет потерянного взгляда, у него нет тревоги внутренней, он не испытывает ощущение постоянного контроля над собой, он сам прекрасно понимает, ему многократно не нужно повторять «убери игрушки», «сделай домашнее задание», «когда же ты уже это закончишь», «сколько ты можешь на это время тратить». Еще один прием, который хотелось бы тоже прокомментировать в рамках опыта своего деятельности не только с учениками, но и со своими детьми, это когда, допустим, первое время дети у меня не укладывались во времени делать домашнее задание. Вот ставлю час таймер, они видят, что вот час уже тикает, да, естественно, полчаса они забыли о том, что оказывается у них там таймер, потом они начинают быстрее-быстрее делать. Первое время было тяжело, потому что ребенок должен понимать, что у него, допустим, на, например, на русский язык уйдет времени чуть меньше, потому что там всего лишь нужно там, например, выучить правила, а потому что он правила выучит, так как имеет психологические особенности хорошие, да, у него хорошая память. Вот на математику потратится больше времени, а вот на литературное чтение тоже меньше, потому что у него, опять же, память прекрасная, он быстро выучит. И здесь мы постепенно учились распределять. Постепенно учились не только распределять, но и проверять друг друга. То есть каждый из них имел своего рода чек-лист, по которому подходят вечером и смотрят, есть ли школьная форма, есть ли, например, подготовленный рюкзак, есть ли там, допустим, по дневнику проставлены вот эти галочки, напротив каждого предмета ставить галочки, что это выполнено. И напротив каждого из них, то есть получается, он получает определенные баллы. Вы знаете, детям безумно нравится друг друга вот так вот проверять, контролировать. Конечно же, младшая не понимает содержание материала старшего ребенка, но все-таки видит, что если по расписанию, например, математика, окружающий мир, русский язык, все эти предметы есть. И, конечно же, начинается вот это ощущение того, что я должен вовремя все выполнить. И даже были такие ситуации, когда приходилось для того, чтобы показать, что время вышло, закрыть портфель и сказать, все, время вышло. То есть порой нужно понимать, что вы иногда отходите от позиции не только вот как раз-таки позиции непосредственно такого доброго, слишком, возможно, мягкого человека, который, хорошо, давай еще чуть-чуть там, минут 30, давай еще. Если вы понимаете, что изо дня в день вот это вот добавляется время, то тайм-менеджмент у вас не сработает. Лишь потому, что ребенок каждый раз будет просить вот эту порцию времени. Вот, а я еще хотел бы, я не успел. Ну, можно вот сейчас опять же вспомнилась история, когда дети делают контрольную работу, и вот ты собираешь тетради, да, наверняка учитель это вспомнит, чаще всего, можно дописать, у меня осталось одно предложение, или там еще одно слово, ну, можно, можно. Вот как раз-таки опять о чем говорит, о том, что ребенок не умеет управлять своим временем. И ввиду регламента нашего времени, хотелось бы уже постепенно завершить и показать еще пару приемов непосредственно тайм-менеджмента. А именно, конечно же, все эти непосредственные трудности, которые испытывает ребенок в обучении, они накладываются на его позиции социально зрелого школьника. То есть ребенок чувствует себя школьником, конечно же, да, в первую очередь, но он понимает, что то ли он относится к категории двоечников, то ли он относится к категории успешных, например, там, отличников, либо, например, хорошистов. Но каждый из нас, как непосредственно человек, который работает с учеником, потому что педагогический работник, он всегда имеет взаимодействие с детьми на территории детского сада, на территории школы, на территории университета, либо колледжа и так далее. Здесь предлагается на время. Вы даете определенное количество времени. Допустим, как раз-таки на 5-7 минут написать послание для, например, героя. В чем и заключается здесь подвох? То, что вы дали на время. То есть вы четко диктуете, что да, можно отправить там, допустим, сообщение. Часто же мы пишем сообщение быстро-быстро. Сейчас уже привыкли писать и даже дети. И ребенок начинает как раз-таки отправлять такого рода непосредственно сообщение для того, чтобы выразить свой интерес к тому или иному герою. Ведь это можно использовать не только на уроках литературного чтения, но и в том числе. Например, вы, допустим, изучили в детском саду сказку, ну, допустим, репку. Дайте детям большой лист бумаги. Пусть они представят, что сейчас напишут небольшое там письмо. Они писать не умеют, правильно. Но ведь они умеют делать символы, рисовать. То есть дети более старшей группы умеют, конечно же, писать. Но дети могут нарисовать символы, то есть выразить свои эмоции. И вот здесь вы даете определенное количество времени. Да, конечно же, составление и толкового словаря, когда мы начинаем в рамках времени быстро-быстро решать, так скажем, задачу, также является понятием того, как мы выполним быстро. В том числе определить, например, групповую работу, где необходимо выяснить начало путешествия. То есть вот как раз-таки к машине приписать на листе бумаги у вас будут распределены такие картиночки, и вы просите, допустим, за 10 минут описать начало путешествия. Одна команда работает как раз-таки по непосредственно произведению, так же, как и вторая. Но второй команде вы уже даете интересный прием, допустим, самое веселое место, то есть возле карусели. И вот здесь уже можно выделить как раз-таки 6 команд. Конечно же, работа также предполагается индивидуально, но главное запустить таймер. Таймер для того, чтобы дети чувствовали, что у них ограниченное количество времени. И, безусловно, когда уже начинается вот эта вот, так скажем, гонка за временем, когда они чувствуют, что у них буквально там сгорает последние минуты, естественно, они начинают сосредотачиваться и понимать, что, оказывается, у него есть такие важные поручения. Здесь представлено несколько как раз-таки ситуаций, когда можно и определить и то, что ведет героем произведением, либо, например, определить самый непонятный, трудно читаемый момент, либо, например, самый интересный момент как раз-таки по ассоциации с вершиной горы. И есть, конечно же, еще один из непосредственно такого рода приемов, который позволяет также реализовать в рамках интересного преподнесения материала. Это как раз-таки мнемотехника, которая также предусматривает не только запоминание материала, но и в том числе ассоциативный ряд выложить. Почему бы ребенку в рамках режима своего дня ассоциациями не выстроить свои все дела? Допустим, прекрасно помним во многих книжных магазинах, когда изображается, например, режим дня, то сразу же картиночки какие вспоминаются. Например, там ребенок проснулся на часах, допустим, там 6 утра или 7 утра, он там, например, умывается, следующая картинка. Опять же, идет ассоциация, уже время на часах, например, там 7 часов, допустим, 15 минут или 30, далее уже поочередности, да, например, идет там, допустим, позавтракать, собирается в школу, пришел со школы и так далее. Вы вспомнили наверняка этот ряд картин, ведь на самом деле эти рисунки также подсказывают не только изучение времени, что нужно выполнить в первую очередь и так далее. Но опять же идет ассоциативный ряд, который связан с правильным распределением времени. И постепенно завершая непосредственно сегодняшнюю тему, конечно же, хотелось бы завершить словами одного из великих педагогов, это Василия Александровича Сухаминского. Конечно, с уважением отношусь ко всем деятелям педагогики, психологии и других наук, но вот Василий Александрович Сухамлинский своим произведением «Сердце отдаю детям» больше всего меня покорил, когда я еще была студентом, когда мы читали «Свободное время» и была возможность как раз-таки окунуться в его биографические, автобиографические данные. И здесь в первую очередь идет речь о том, что затруднение и сопротивление парализуют учителей, лишенных дидактической силы, в то время как дидактически сильного учителя они ободряют и закаливают, что педагог даже любит такие обстоятельства, которые требуют от него применения всей его силы. Конечно же, уважаемые коллеги, безусловно, любое затруднение, которое вызывает, так скажем, та или иная ситуация, ее необходимо комфортно для себя в первую очередь разрешить. То есть без каких-либо эмоциональных колебаний, без ощущения того, что вы, возможно, потеряете во время. Нет. Нужно иногда задуматься о том, что, конечно же, существует своего рода ощущение времени, которое позволяет вам насладиться. Вот сейчас нужно сказать, например, стоп, остановиться и посмотреть вокруг. Конечно, можно говорить и про тайм-менеджмент еще более и более, и, безусловно, если у вас есть вопросы, хотелось бы на них ответить. И сейчас уже непосредственно перейду к вашим вопросам. В первую очередь, я видела в чате до этого вопрос, секундочку. Так, вопросы у нас есть и в чате, и в том числе в разделе для вопросов. Сейчас начну с первого, который непосредственно был в чате. Я помню, что кто-то из вас комментировал по поводу листа проблем. Хорошо, да. Давайте начну. Здесь есть несколько вопросов. Как, на ваш взгляд, наиболее эффективно бороться с прокстинацией у ребенка? Какие приемы здесь наиболее действенны? Какие ошибки со стороны родителей и воспитателей допускать чаще всего, как их обойти? И также вопрос был по поводу листа проблем. Начну с листа проблем. Существует как раз-таки лист проблем, он существует непосредственно в рамках реализации бережливого образования, дабы непосредственно есть своего рода лист, где очерчивается как раз-таки формат таблицы. И вы в ячейке обозначаете проблемы, но напротив каждой из них есть круговая диаграмма, где круг разделен на четыре части. Условно говоря, каждый из них имеет на сколько вы процентов выполнили эту проблему. Если нет, то почему? То есть, если вы понимаете, что данная задача решена всего лишь на четверть, естественно, вы уже осознаете, что вас затормаживает. Если данная проблема решена, например, наполовину, почему не на весь непосредственно потенциал? И, конечно, лист проблем имеет несколько вариаций, но все-таки в первую очередь он выглядит как раз-таки в виде таблицы. На формате непосредственно А4 расчерчивается, вы можете также и распечатать. Но самое главное здесь, конечно же, понимать, насколько выполнена задача и что этому мешает. То есть каждый раз вы приходите к этому листу проблем. И уже переходя к следующему вопросу, надеюсь, я ответила на ваш комментарий, уважаемые слушатели, по поводу вопроса. Конечно, здесь можно прокомментировать, какие могут ошибки со стороны, начну с этого. Какие ошибки могут со стороны родителей, воспитателей допускать чаще всего? И как их обойти? Чаще всего со стороны воспитателя и в целом, давайте так, взрослого, то есть это взрослый педагог, непосредственно родитель или законный представитель в рамках понятия педагог-вкладовый и воспитателя, потому что по профстандарту идет у нас в одной иерархии непосредственно воспитатель и учитель. Обратите внимание на то, что это в первую очередь, как уже говорила, это контроль. То есть когда мы понимаем с вами, что ребенка постоянно опекаем, опять же в произведении Сухоминска Василия Александровича есть целое понятие гиперопеки, гиперконтроля, когда врастает ребенок в связи с гипертрофированной любовью, именно гипертрофированная любовь обозначена была у одной из семей, которую описывал Василий Александрович Сухомлинский, потому что дети начинают не только манипулировать родителям, либо, например, воспитателям, учителям и так далее, но и в том числе, когда они испытывают, вот другая сторона медали, когда они уже начинают испытывать постоянную опеку, испытывать как раз-таки контроль над собой. В связи с этим начинается внутренняя зажатость и происходят различные комплексы. А это, согласно периодизации Выгодского, Льва Семеновича Выгодского по психологии, мы прекрасно с вами знаем эту периодизацию, конечно же, любой комплекс, он очерчен неправильным решением тех или иных новообразований. То есть у любого кризиса, трех, семи лет, десяти лет и так далее, есть как раз-таки понятие новообразований. Когда, если это новообразование разрешено комфортно, адекватно, то есть мы даем ему самостоятельность, мы даем ему право выбора, мы ему помогаем, а не навязываем, то, конечно же, психологически данный кризис, он испытывает адекватно, он испытывает комфортно, он развивается правильно. То есть есть, конечно же, в первую очередь, здесь очень важно, вот буквально сейчас увидела комментарии, на самом деле перезагрузка мозгов происходит. То есть мы с вами понимаем, что когда я себя, как человек, который суперответственный, требовательный и так далее, буду наседать на детей тем, что от них требовать, но себя в первую очередь нужно вспомнить, когда вы были маленьким. Вот если вы себя ощущаете комфортно в эту ситуацию, то, значит, поступаете правильно. Если вы чувствуете какой-то дискомфорт, как вот в картине, когда знаменитая картина, когда, допустим, начальник кричит на своего подчиненного, этот подчиненный приходит домой, кричит на одного из членов семьи, это член семьи, кричит на ребенка, ребенок кричит на кого? На его непосредственно любимого питомца. И вот этот момент как раз-таки и означает, что мы, конечно, все необходимо вносить и чувствовать как раз-таки для того, чтобы психику ребенка не сломать. То есть ему нужно помочь. Поэтому, когда я вам приводила пример личного характера, когда мне приходилось детям, да, сначала я им давала время, в запас, а потом пришлось один раз вот закрыть, и все, портфель, все. И тогда дети поняли, что в следующий раз я могу так же поступить, и они уже пойдут с невыполненным домашним заданием. А значит, их ответственность за ними. То есть вам дается время, вам даются условия, мы погуляли, мы выполнили ваши условия, давайте начнем с другого. И получается как раз-таки момент того, что ребенок начинает видеть, ага, я сейчас не манипулирую взрослым, а я поступаю так, как нужно для ситуации. Безусловно, любой ребенок не согласится на получение двоих-троих за невыполненную домашнюю работу, но нет у него согласия. Если только совсем не любит школу, но это очень редко бывает, это опять же вызвано взрослым. То есть если подача у взрослого неправильная, то отчуждение моментально можно вызвать. Ребенок, он ведь настолько чуткий, он нас чувствует, он нас понимает. Порой нужно грамотно поднести ту или иную задачу. Вот, например, мы сейчас с тобой сделаем, а потом вот туда-то, туда-то сходим. Помнишь, ты об этом говорила? Ты мечтал туда сходить? И вот эта эмоция того, что ух ты, мы пойдем, она подбадривает, и они начинают быстрее-быстрее выполнять задания. Вот это уже на опыте. Ну и спасибо вам, что вы с благодарностью приняли сегодняшний вебинар. Еще раз прошу прощения за технические неполадки. На самом деле, как бы ни старались соблюдать своего рода как раз-таки таймер, существует большое количество планингов, планеров и так далее, но, однако, никто никогда не знает, что будет завтра. Я благодарю вас за внимание. Если есть у вас еще вопросы, я хотела бы на них ответить. Если же нет, то жду вас на следующих вебинарах, потому что, как уже ранее было прокомментировано, на самом деле на платформе Директ Академия большое количество вебинаров на различные темы и спикеров огромное количество. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, если вам было интересно. Спасибо вам еще раз. Всего доброго. Здесь вопрос такого рода. Как вы считаете, в каком возрасте ребенок уже должен начать самостоятельно планировать свое время? Вы знаете, уже когда ребенок как раз-таки дошкольном возрасте, не три года, а ближе как раз-таки к пяти годам, четыре-пять лет, ребенок уже понимает, что если я поиграл, я должен убрать игрушки. Но он их может раскидать в том порядке, который ему кажется порядком. Когда-то у меня одна из дочерей сказала, ну, мама, для нас это тоже порядок. Я задумалась, понятие порядок у нее одна, у меня другое. И мы же, говорит, как вы, взрослые, не размышляем. И на самом деле ребенок размышляет на своем уровне в первую очередь. И тогда я себя так вот немножко принизила на то, что нужно понимать, что для них вот такой порядок интересен. Вот часто же мы же раскладываем, например, по полкам книжки как? Ну, например, по возрастанию, точнее, по их размеру, да, либо, например, по области. А им интересно то, что вот, может быть, здесь вот, пускай там лежит какая-нибудь хрестоматия, здесь вот еще раскраски, а вот тут вот еще там какие-нибудь другие книжки. То есть уже вот непосредственно, так как у меня дети уже начали непосредственно присоединяться постепенно в 4-5 лет, то считаю, что данный возраст, он более приемлемый, потому что они за собой уже научаются, допустим, вещи убрать в шкаф, сложить так, как они умеют. Не так, как мы до блеска там, допустим, да, а они умеют на своем уровне. И в соответствии с их непосредственно способностями нужно и требовать. Это то же самое, как вот я иногда комментирую, да, например, знаменитый всем повар-кондитер, конечно же, безумно красивые торты делает. Но я тоже считаю себя поваром-кондитером, но настолько безумно не смогу. И с меня требовать это тоже не надо. Я могу безумно красиво вебинары вести. Это вот мое непосредственно. Поэтому, если я ответила на ваш вопрос, будут еще вопросы? Где взрослому черпать дидактические силы? Непосредственно в чем дидактические силы выражаются по тематике тайм-менеджмента? Там в интернет-пространстве большое количество, еще раз говорю, материала. Вот один из как раз, который комментировала ранее, это Меркуловый. Очень понравилось просто пособие. Также есть и по бережливому образованию, оно тесно связано с тайм-менеджментом, как и отечественных, так и зарубежных, непосредственно авторах, дабы существует как раз-таки понятие того, что бережливое образование зародилось непосредственно в советское время, потом уже непосредственно Япония, представители Японии подхватили и уже усовершенствовали, но различные мнения существуют. Поэтому здесь и зарубежное, и отечественное, конечно же, авторство приветствуется, дабы мы понимаем, что само даже понятие тайм-менеджмент, оно зародилось как раз-таки не в нашей среде, оно зарубежное. А мы с вами понимаем, что сейчас идет политическая ситуация, поэтому немного авторы в интернет-пространстве в большом количестве можно найти. А вообще черпать дидактические силы – это вдохновение. Вас должно что-то вдохновить. Вот если вас вдохновляет какой-то процесс, вот это дает как раз-таки заряд бодрости, эмоций, точно так же, как Сухаминский безумно любил детей и отдал сердце непосредственно своим детям, как в переносном, так и в буквальном смысле. Потому что, когда ты любишь свою работу, когда ты душой отдаешься этой работе, то, конечно же, она тебя окрыляет. Вот моя непосредственная позиция в этом, что когда вас окрыляет, вдохновляет, то все прекрасно получается. Так. Хорошо. Я очень рада, что вас вдохновило. Надеюсь, что, так скажем, технические задержки не оказались до вас небольшим ограничением не только во времени, но и огорчением. Всего доброго. Я так поняла, что вопросов больше нет, поэтому я рада, что мы снова с вами сегодня подключились. До свидания.